Без границ. На первом концерте американского оркестра побывала Марина Ларикова. Перед концертом американские музыканты настраиваются на нужную волну. Чтобы играть русскую музыку, недостаточно обладать хорошей техникой. Для этого необходимо особое настроение и даже характер. Российская и американская музыка сильно отличаются. Мы играем произведения серьезных русских композиторов. Чайковского, Бородина. Она сильная и энергичная, ее очень сложно играть. Американская более мелодичная. Мы вообще стараемся подбирать репертуар специально для страны, в которую едем. Во Владивосток из Нью-Йорка прибыли 75 молодых музыкантов. Специально для поездки в Приморский город руководитель оркестра Мартин Дреевиц провел большие кадровые изменения. Для того, чтобы в оркестре был представлен каждый инструмент, мы обратились к выпускникам нашего проекта. Они заполнили некоторые вакансии. И поскольку нам даже этих людей было недостаточно, нам пришлось обратиться и в другие оркестры страны за помощью. В штатах Мичиган, Пенсильвания, Гайя, Вирджиния. На счету молодежного симфонического оркестра более сотни благотворительных концертов по всему миру. Один из них 15 июля ждет Владивосток. Я впервые принимаю участие в таком туре. Мы делаем концерт для детей из детских домов. У себя дома я работаю волонтером в госпитале. В Америке вообще благотворительность – это престижно. Это прививается школы. Сотрудники Приморской филармонии отмечают, хотя музыканты очень молодые, их возраст не превышает 20, уже можно говорить об обмене опытом. Очень удивилось, что на таком духовом и сложном инструменте, который требует физических возможностей, очень хорошего дыхания, как волторна, играет очень хрупкая и красивая девушка американская. Вот в нашем Тихоокеанском симфоническом оркестре на этих инструментах играют только мужчины. Посещение Мартином Древицем и его оркестром Владивостока планировалось последние 4 года, поэтому первый концерт американских музыкантов уже назван уникальным культурным проектом и дипломатическим событием. Я хочу, чтобы был ответственный визит в Нью-Йорк, потому что я знаю, что здесь очень много талантливых музыкантов, и для меня настоящий обмен – это очень важно, чтобы российские молодые люди были в США тоже. На пресс-конференции с музыкантами маэстро поделился секретом – оркестр прибыл в Владивосток не только показать свое мастерство. Главная цель – развеять расхожий миф об американцах. Такая молодежь творческая, более типична для Америки, чем та, которую все видят с экранов телевизоров. И хотя между музыкантами и их поклонниками стоял языковой барьер, на два часа концерта все друг друга поняли. На универсальном языке – языке музыки. Марина Ларикова, Денис Шевченко, Елена Штылина, Вести Приморье.